Уважаемые коллеги, коллежанки и коллеги, я продолжу этот депрессивный ряб. Один из наших коллег в свое время выдвинул термин «государство-резонатор». Что такое, что есть присутствующее за этим столбом? Что есть в государство-резонатор? Государство-резонатор – это государство, территория которого используется в качестве площадки, на которой более сильные геостратегические игроки меряются силами. И вот этот год, когда данная тенденция обрела логические черты. То есть мы давно на самом деле пребывали в стадии проторезонатора. А в этом году мы уже окончательно столкнулись с тем, что мы являемся резонатором. То есть произошла, если можно так выразиться, резонаторизация украинской политики. Мы являемся площадкой, на которой ведут в борьбу более сильные геостратегические игроки. И это, если ничего нет нового, в такой ситуации оказывались десятки стран. Это та ситуация, в которой Афганистан был в 80-е годы, 80-е годы XX столетия. Или Ангола, или Мозамбик. Или, например, можно более мягкий вариант, это Египет, где, например, шла борьба между Катаром и Саудовской Аравией. Катар поддерживала братья мусульман, Саудовская Аравия поддерживала армию и так далее. И тому подобное. В Украине просто та борьба, которая в конце XX столетия наблюдала страны Азии и Африки, она переместилась к нам, ближе. И, значит... Да, можно сказать, что она вернулась. Различие состоит в том, что сейчас, в отличие от времен Холодной войны, намного больше Россия, то есть Москва, не является сверхдержавой, а является великой державой, рангом ниже. И что и Москва, и Запад так или иначе вписаны в некую единую систему мирохозяйственных связей и с друг другом более зависимы, чем это, допустим, было во времена Холодной войны. То есть вот эта первая тенденция – это резонотеризация, которая сопровождается сомализацией, от слова «сомали», на территории, где ведутся боевые действия. Следующая тенденция, которую можно выявить, это то, о чём говорил Константин Петрович, он сказал «дезориентация», вот слово «ориент-восток». Но я позволил бы здесь внести некоторые коррективы, некоторые уточнения. Действительно, мы можем констатировать, что происходит дезориентация и усиление при этом внешнего воздействия, это мы видим на примере министров иностранцев, в отношении нашей управленческой системы. Но есть один очень важный здесь, на мой взгляд, аспект. Эта дезориентация на самом деле не сопровождается настоящей оксидентализацией. То есть страна на самом деле не входит напрямую в сферу влияния Запада. То есть Запад, как и ранее, не берёт на себя ответственность за ситуацию в стране, как он взялся ответственность за ситуацию в Болгарии, Румынии, странах Балтии и так далее и тому подобное. И последняя ситуация, визит, отказ Брюсселя принимать высшее украинское государственное руководство и постоянное педалирование темы, может быть и справедливой со стороны наших глубоко уважаемых западных партнёров по поводу отсутствия реформ в Украине, является свидетельством этого. Потому что, по большому счёту, когда вам говорят, что вам не дадут денег, потому что вы не проводите реформу, это всё равно, что если к вам, допустим, вы обращаете кто-то в просьбу дать взаймы в приличную сумму, а вы говорите, нет, я не могу вам дать, потому что вы нехороший человек, вы не проводите реформу, вы не хотите измениться к лучшему и так далее и тому подобное. То есть, в общем-то, по большому счёту, Украина сделала шаг от ориентального вектора, но на самом деле она не включается серьёзно в оксидентальные связи. И с этой точки зрения показательной критики, которую раздалась со стороны Штефана Фюля, бывшего комиссара, по расширению в адрес, де-факт, это была критика в адрес Германии и Меркель, по поводу того, что сама по себе позиция Европейского Союза во многом спровоцировала тот хаос, который мы сегодня наблюдаем. Когда, с одной стороны, Европейский Союз подчёркивал, что ассоциация несовместима с членством таможенной Союз, и с другой стороны, Европейский Союз не предлагал Украине перспективы членства в составе Европейского Союза. И последнее заявление Зелковского, который сказал, что на протяжении ближайших пяти лет никаких разговоров при такой ситуации о подаче заявки со стороны Украины быть не может, лишний раз подтверждает этот диагноз. То есть Украина, если первую тенденцию мы определили как резвую нотаризацию, совмещающуюся с сомализацией на отдельных территориях, то вторая тенденция – это всё-таки буферизация. Украина закрепилась в роли буфера, и при этом наши востападные партнёры не берут на себя ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране, так как они взяли ответственность за ситуацию в Польше и Балтии. Третий момент – это третья крупная тенденция, которую можно выделить. Это, конечно, так можем сказать, что ситуация подтверждает, по большому счёту, провал всех украинских элит, украинского правящего класса, начиная с 1991 года. То есть, по большому счёту, в этом году мы наблюдали результат деятельности всего украинского правящего класса, независимо от фракции, независимо от внешнеполитических ориентаций и независимо от регионного происхождения. По большому счёту, утрата территориальной целостности и нынешний кризис – это красная карточка всему украинскому правящему классу. На мой взгляд, этот большой провал и восточных, и центральных, и западноукраинских элит связан с тем, что с 1991 года подспудно украинский правящий класс рассматривал свою страну, как нашу страну, как маленькую страну. То есть, где-то подспудно есть стереотип, что Советский Союз – это большая страна, а Украина – это маленькая страна, которую кто-то может прокормить. А на самом деле Украина не может быть прокормлена ни Западом, ни Востоком, ни ЕС, ни Россией. То есть, украинский правящий класс где-то в глубине души предполагал, что страну можно кому-то пристроить и кому-то подстроить. Кто-то может её прокормить, кто-то может дать правильные нормы и так далее и тому подобное. Это, в принципе, нереалистично для страны, которая находится, иметь такое географическое, геоэкономическое положение, которое она имеет, буферное. И это, в принципе, нереалистично для страны, в которой живут десятки миллионов людей. И это, по большому счёту, появление нынешних министров иностранцев в правительстве – это результат того, что подспудно с 1991 года украинский правящий класс не хотел самостоятельности. Он хотел взвалить на кого-то ответственность, будучи директором-распорядителем здесь, на ту или иную сторону. И с этой точки зрения, то, что мы наблюдаем, это большой провал всего украинского правящего класса, независимо от его фракции. – По-моему, это что вы хотели подспудно. – Подспудно, да. – Значит, это не провал? – Да, подспудно. – Выявила какую-то латентную ориентацию элит. Вот она наконец-то вырвалась, она проявила себя в этих трагических событиях, которые мы наблюдаем, включая подрыв территориальной целостности. – А может, это про переход в классе компрадорской буржуазии? – Компрадорская буржуазия, знаете, вот, например, в Корее – это компрадорская буржуазия, если, например, в Южной Корее вооружённые силы находятся в оперативном руководстве другой страны. – Зато экономика. – Зато экономика, да, зато экономика носит самостоятельный характер. С этой точки зрения мы можем противопоставить нашим, условно, в кавычках, плохим элитам, хорошие элиты государств типа Южной Кореи, которые были ориентированы на обеспечение национальной мощи независимости от внешнеполитического вектора. То есть внешнеполитический вектор у них был, понятно, все понимают какой, но это не означало, что, принимая внешнее управление, даже, например, в сфере безопасности, они отказывались от самостоятельности, самостоятельности и суверенизма в плане обеспечения… – Внутренняя суверенитет у них присутствует. – Да, в плане обеспечения своего экономического выживания. – Хорошая терпенка компрадора, зачем его позорить нашим правительству? – А, ну, в общем, да, извините. – И последняя, последняя тенденция, на которой мне хотелось остановиться, это, что в этом году произошел подрыв субъектности юго-восточных элит. То есть в стране, когда-то в 2004 году, когда пришел к власти Виктор Андреевич Юшенко, то известный своим язвительностью и, скажем так, не всегда самым веселым нравом российский политолог Андроник Мегранян сказал, это, знаете, это замечательно, что для нас произошло. Он говорит, почему Виктор Андреевич Юшенко известен своим жесткой антироссийской позицией? Он говорит, понимаете, Виктор Андреевич Юшенко, для нас не опасны эти элиты, они придут и все развалят, от страны скоро ничего не останется. Для нас опасны юго-восточные элиты, такие как Кучма, такие как Янукович. Вот этих людей следует опасаться. А здесь чего опасаться? Вот посмотрите, через несколько лет Виктор Андреевич Юшенко приведет страну к полному краху. Я тут даже не буду комментировать в этом плане, но факт состоит в том, что сейчас элиты, юго-восточные элиты как таковые, оппозиционный блок нельзя рассматривать на самом деле как заменитель партии регионов, они утратили субъектность за счет появления таких образований, как ДНР и ЛНР с одной стороны, и за счет того, что сейчас во власти доминируют элиты Запада и Центра, а элиты Юго-Востока находятся под определенным психологическим прессингом. Благодарю вас за внимание.